Это примерный цикл. Как планировать вообще работу? Помните, мы говорили, степень воздействия развивающая, тонизирующая. Развивающая для чего? Для того, чтобы создать рецидент для восстановления, для образования новых структур. Правильно? А тонизирующая работа в большей степени для чего? Только для того, чтобы выбросить порцию гормона в кровь. Потому что сам гормон, попадая в ядро, непонятно, сколько времени там находится. И ученые, как бы они тоже до конца не определились. Кто-то говорит 2-3 суток, кто-то до 8 и так далее. Так вот, чтобы гарантированно гормоны туда попадали, проводят тонизирующую работу. Когда гормон, очередной всплеск, попадание и происходит резинка с молекулой. Понимаете? То есть это важно. Поэтому отсюда сам цикл формируется. То есть, если первые 2 дня, если вы в стандартной неделе работаете, если первые 2 дня вы развивающую работу выполняете участок мышцы рук, у них цено в поддельник-вторник. Среда может быть днем отдыха, а можете сделать развивающую работу для мышц туловища. Такое тоже можете. Но уже четверг, пятница и суббота это только тренизирующая работа. Потому что если вы и там, и там сделаете развивающую работу, вы перенасытите организм. То есть, вот здесь не получится так. Чем больше, тем лучше. В какой-то момент вы себя перекормите и эффект от этой работы, он будет ниже, как ни странно. Только потому, что эндокринная система наша, она имеет свои ресурсы. И в частности, в каждом из вас эта система, да, она имеет особенности свои ресурсы, исключительно ваши. У кого-то тестостерон свой там 8 кое-как с голем пополам, понимаете? А у кого-то 24 и он как меренно весной ходит, вообще не понимает. То есть, для него нет таких ограничений, пределов. Ну, так природа распорядилась. Но, тем не менее, даже такого человека можно ушатать, как говорится. То есть, это несложно. Тем более, с помощью стоп-динамика. И смотрите, внизу к опросу, видите, данный цикл подготовки должен выполняться в течение 4-6 недель. Прочеркивается, три восклицательных знака. Не более. Почему? Потому что, ну, Витер Николаевич пишет, что на тот момент, когда он выполняет эту работу, цикл проходит второй. То есть, он определил, что по мере выполнения этой работы. То есть, наши железы, эндокринная система, они тоже гипертрофируют. То есть, выброс идет, так скажем, секреция повышенная. Масса железы увеличивается. В какой-то момент она приходит в норму. Но, если мы продолжим в том же духе, то происходит угнетение. Человек просто начинает уставать. И, в конечном, это даже не это самое страшное. Когда вы остановитесь, организм придет в норму. Тяжело, с потугом и наблюдет. Но, самое плохое, что может произойти, это травма. А она обязательно случится. Вот нам кажется, что это происходит случайно. Вот мы идем, и вот там, кирпич нам на голову упал. Ну, случайность? Случайность. Но, как правило, все травмы происходят только из-за нарушения дозировки. в ничем тренировочной нагрузке. Только из-за этого. Заболевание железно из-за этого происходит. Понятно? Поэтому здесь очень четко для себя нужно дозировать. Четыре недели отработали, отдохните. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...